Привет, YouTube! Сегодня смотрим, как легко и просто без активного флюса залудить паяльник с медным жалом. В качестве бонуса я научу вас снимать жало расплавленный припой голыми руками. С вами Хмурик. Поехали! Далеко не все пользуются высокотехнологичными паяльниками с микропроцессорным управлением, например, такими как TS-80P, новая модель из довольно известной линейки китайского производителя. По ссылке в описании к видео вы найдете обзор этого чуда, но речь не о нем. У многих профессионалов, не говоря уже о простых радиолюбителях, найдется в мастерской мощный паяльник с обычным медным жалом. Сложность работы с таким паяльником в том, что время от времени жало необходимо приводить в порядок. Сейчас вы убедитесь, что это совсем просто. И для этого достаточно обычной канифоли и припоя. Первым делом надо зачистить жало паяльника, чтобы убрать с поверхности слой окисл. С новым жалом это сделать совсем просто, а с паяльником, которым уже паяли, возможно, придется повозиться. Дело в том, что в процессе работы медь постепенно растворяется в припое и образуются раковины. От них надо избавиться и передать жалу рабочую форму. Каким инструментом это делать, значения не имеет. Подойдет все, от напильника до болгарки. Важен результат. Окончательную красоту наводим наждачной бумагой. В итоге жало должно выглядеть примерно так. Ну что, купились? Шутка, полировать не обязательно. Итак, жало подготовлено. Включаем паяльник и ждем. Зачастую именно на этом этапе происходит главная ошибка. Самый распространенный и самый плохой совет из интернета, это дождитесь, когда жало начнет менять свой цвет. Вот не надо ждать. Если жало меняет свой цвет, значит на нем уже образовался оксид меди, от которого мы так тщательно избавлялись перед этим. Поэтому еще холодный паяльник приставляем к канифолии и ждем, когда она начнет плавиться. Температура размягчения канифолия намного меньше той, при которой медь начинает активно окисляться. И наша задача в том, чтобы покрыть канифолию рабочую часть жала, пока паяльник не успел прогреться. Этим мы защитим металл от окисления. Следующий шаг – залудить жало, то есть добиться, чтобы расплавленный припой равномерно распределился по рабочей зоне. Здесь тоже не стоит долго ждать, потому что канифоль может где-то стечь, где-то испариться, оглившаяся медь окислится и придется начинать все сначала. Поэтому, как только закончили с канифолью, приставляем к жалу прутик припоя и ждем, когда он начнет плавиться. Как только это произошло, быстрыми движениями втираем припой в жало с обеих сторон. И цель достигнута. Готово. Если где-то остался незалуженный участок, попробуйте обмакнуть жало в канифоль и потереть его кусочек картона. Как правило, это помогает. Перфекционисты могут пойти еще дальше. Выключаем паяльник и после того, как он остынет, зачищаем жало от затекшего припоя. Но не трогаем рабочую зону. Она уже заложена и готова к работе. Затем включаем нагрев и любуемся, как медь начинает менять свой цвет, а затем и темнеет. Формируется защитный оксидный слой. Во время пайки припой по такому жалу не растекается. За лужиной остается только рабочая область. Работать таким паяльником намного проще и пайка будет аккуратнее. И на десерт я поделюсь секретом, как пальцами снять припой с жало не получив ожоги. Будучи студентом, я частенько на спор проделывал этот трюк. А поскольку спорили на чашечку кофе в любимом напитке, недостатка у меня не было. Весь фокус в том, чтобы не бояться и делать это максимально быстро. Припой распределяется между зажатыми пальцами тонким слоем и моментально остывает, не успевая обжечь кожу. Так что пока тренируйтесь, а для самых термостойких со временем организуем курсы по плаванию. С вами был Хмурик.